Орион готовится к запуску. Я Келли Смит и работаю над системами навигации Ориона. Орион — космический корабль НАСА нового поколения. Построенный, чтобы быть гибким, он может доставить астронавтов в космос дальше, чем когда бы то ни было — на астероид или даже на Марс. Для этих миссий Орион должен быть крепким аппаратом, который выдержит высокие скорости, обжигающие температуры и жесткое излучение. Прежде чем отправлять астронавтов в космос на Орионе, нужно проверить все его системы. И единственный способ узнать, правильно ли мы все поняли, — совершить космический полет. В первом полете Ориона на его борту не будет астронавтов. В космическом корабле разместили различные датчики для измерения и записи данных в течение полета. Все начнется с запуска тяжелой ракетой Дельта-4. После выхода на орбиту Земли Орион сбросит систему аварийного спасения. Эта система безопасности нужна для спасения Ориона с экипажем в случае нештатной ситуации при запуске. Во время первого витка по орбите Земли Орион будет контролироваться из Центра управления полетом в Хьюстоне. Этот полет будет осуществляться на высоте в сотню миль со скоростью 17 тысяч миль в час. Во время пролета над Индийским океаном мы потеряем связь. Это нормально. Спутниковая радиосвязь с Орионом может иногда обрываться, но Орион при этом продолжает получать информацию. Его компьютеры могут обрабатывать 480 миллионов инструкций в секунду. Представьте, что вы вместе с Орионом совершаете этот испытательный полет. Завершен один виток. Время. Верхняя ступень ракеты вновь включает двигатель. Как на американских горках, это вершина большого подъема, которую мы так долго ждали. Мы находимся на высоте 3600 миль над поверхностью Земли, в 15 раз выше, чем Международная космическая станция. Удаляясь от Земли, мы пройдем через пояса Ван Аллена – области опасной радиации, которая может повредить систему навигации, бортовые компьютеры или другую электронику Ориона. И, естественно, нам придется пройти через эту опасную зону дважды – один раз вверх, один раз вниз. Но у Ориона есть защита. Эту защиту во время движения корабля через волны радиации и будут испытывать. Датчики на борту запишут уровни радиации для ученых. Прежде чем посылать людей через эту область космоса, мы должны решить эти задачи. И вот для нашего полета наступает время возвращаться домой. Верхняя ступень ракеты запускает процедуру разделения. Орион делает импульс, чтобы занять правильную позицию для входа в атмосферу Земли. Теперь уже не важно как, но мы возвращаемся. На высоте 75 миль над Землей космический корабль входит в атмосферу. Все происходит очень быстро. Теперь наша скорость больше 20 000 миль в час. Вытесняемые по пути частицы воздуха образуют вокруг корабля кокон горячей плазмы, который падает на Землю. Температура плазмы достигает 4000 градусов Фаренгейта, почти как жидкая лава. Возможно, это самая опасная часть полета. Центр управления следит за данными, поступающими с космического аппарата. И затем мы снова теряем связь. Через плазму сигнал не проходит. Орион предоставлен сам себе. Орион внутри горячего шара. Его бортовые системы периодически зажигают реактивные двигатели, чтобы сохранять правильную ориентацию. А главный удар огненного ада принимает на себя специально сконструированный защитный экран, самый большой тепловой щит своего рода. Компьютеры Ориона управляют его планированием, сохраняя точное направление на участок посадки. Даже несмотря на то, что мы замедлились со скорости 20 000 миль в час до 300 миль в час, наша скорость по-прежнему слишком велика. Мы должны замедлиться еще больше, чтобы безопасно приводиться в океан. К счастью, у нас есть парашюты. Разработанные специально для Ориона, эти парашюты помогают нам затормозить не слишком быстро. Когда на борту будут люди, замедление должно проходить постепенно, чтобы экипажу было комфортно. Сначала выстреливаются два вытяжных парашюта, которые замедляют корабль до 175 миль в час. Затем открываются три главных парашюта. Когда они раскроются полностью, то смогут покрыть поле для американского футбола. Такой размер нужен для замедления до скорости в 20 миль в час. И затем большой всплеск. В первом полете в корабле не будет астронавтов, но, тем не менее, он будет нести ценный груз. Внутри него будет собираться важная информация о полете. По окончании полета предстоит еще много работы. Датчики на борту Ориона запишут все, что нужно знать о запуске, о полете в космос, о входе в атмосферу и о приземлении. Полетные испытания — сложное дело, но они дают нам уверенность в том, что разработанные системы будут работать во время полета. Здорово быть частью всего этого, зная, что этим полетом ты прокладываешь путь исследователям космоса в будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok